Как быстро похудеть без диет и физических нагрузок? Похудеть без спорта и тренажеров? Без таблеток и операций? В принципе легко. Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Автор десятков опубликованных научных статей. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр. Автор сотен видео в интернете на канале YouTube. Про профилактику, лечение, здоровье, болезни. Лечение народными средствами, средствами официальной медицины. В этом видео расскажу вам, как снизить вес быстро и похудеть не прикладывая титанических усилий. Это реально. Но вы же понимаете, что избыточный вес, вернее его снижение, это изменение баланса между поступлением калорий в ваш организм и расходом разными путями. И чаще всего, если ищете, как похудеть без физических нагрузок, тогда попадаете на таблетки, тренажеры, либо диеты для похудения. Если хотите похудеть без диет, тогда усиливайте физические нагрузки, применяйте тренажеры, либо таблетки для похудения, либо операции. Если ищете таблетки для похудения, тогда можно быстро похудеть и без диет, и без физических нагрузок, и даже без операции. Но похудеть и уменьшить объемы практически без усилий. И без таблеток, и без операций, и без диет, и без тренажеров с физическими нагрузками на некоторое время реально. К отпуску, к дню рождения, и потерять можно достаточно приличное количество килограммов. Правда, за короткое время, но ненадолго. Причем сразу можно несколькими способами, о которых вы узнаете в этом видео. Поэтому, просмотрев его до конца, вы узнаете наружные средства для похудения, вот такого быстрого, под ситуацию. Вы также узнаете известные средства для приема внутрь, чтобы похудеть. Ну и как закрепить полученный результат. Поэтому, смотрите видео дальше. Наружные средства для похудения могут быть даже бесплатными. Или практически бесплатными. Но, ими нужно правильно пользоваться. Абсолютно бесплатное похудение начинается в летнюю жару. В этих условиях и аппетит падает, а с ним и калорийность вашего рациона. Из которого легко и просто исчезают и жиры, и белки. И вам не нужно использовать разные диеты для похудения. Диета появляется сама по себе. Напоминающая жесткое вегетарианство, либо сыроедение. И потеяни у вас усиливается в этих условиях. А с ним достаточно быстро теряется вода. А соответственно и вес. Но! На моем канале есть несколько видео, как правильно пить воду. И как правильно питаться летом. Я их здесь дублировать не буду. Найдите на моем канале. Просмотрите в удобное для вас время. И если хотите использовать летнюю жару для похудения, в них есть достаточно много информации, как это делать правильно и самое главное безопасно. Но это далеко не единственный практически бесплатный способ похудеть. Какой еще достаточно бесплатный способ похудения, который можно использовать не только летом, но и в другое время года. Об этом вы узнаете прямо сейчас. Если погоду вы заказывать еще не умеете, и летняя жара вами не управляется, температура и влажность воздуха изменяются по своему собственному графику, ну вы должны просто понимая правильно их использовать и жить в этих навязанных вам условиях. Но! Если у вас есть русская баня, либо финская сауна, то это уже управляемая вами летняя жара, которую вы можете использовать для своего оздоровления, для очищения организма в любое время года, в том числе и летом. И этот способ для многих практически бесплатен. Потому как и бани, и сауны у многих уже есть. У кого в доме, у кого на даче, в загородном доме. И банный день вы можете планировать самостоятельно. Но! Понимая особенности влияния бани и сауны на здоровье и на организм человека в целом, нужно правильно к нему подготовиться, к банному дню, и правильно выйти из этой процедуры. А если во время собственной процедуры вас будет сопровождать еще и опытный банщик, то и сама процедура пройдет не только более эффективно, в плане потерянных вами килограммов и уменьшений объемов тела, но и более безопасно, просто в бане либо сауне при нагревании увеличивается вязкость крови. А это увеличение нагрузки на сердце с испытанием его мощности и нагрузки на сосуды с испытанием их проходимости и прочности. Если вы неправильно что-то делаете в бане, то ли перегрелись в парной, то ли резко охладились, нырнув в бассейн или окатив себя ледяной водой, очень просто и легко просто умереть. Под кожей находится примерно 30% крови, и при действии холода на кожу сосуды резко сокращаются, кровь переходит в центр, переходит к сердцу. И те, кто такие процедуры проводит, они прекрасно знают, нырнул, сердце зашлось. Ну, так человек может сказать, когда он вынырнул живым. Потому как резкое увеличение объема крови в центре, нагрузка на сердце, гидродинамический удар, ну и те, кто знаком с механикой, знают, чем может закончиться. Либо сердце зашлось аритмией, либо просто удар, разрыв сердца. И вам не поможет даже опытный врач-реаниматолог, который находился рядом с тем бассейном, в который вы нырнули. Но видео, как правильно париться, как правильно готовиться, как правильно себя вести после того, как вы провели эту оздоровительную процедуру, такие видео есть. Их более десятка. Вы также можете просмотреть в любое удобное для вас время. А вот если бани и сауны у вас нет, и летняя жара, как фактор очищения и уменьшения веса, вас не устраивает, есть более спокойный способ, который тоже вы можете использовать для очищения, для снижения веса и для уменьшения объемов тела в любое время года. И об этом вы узнаете прямо сейчас. Еще более простой способ быстро похудеть, чем баня и сауна, и с меньшим риском для здоровья, это содовая ванна для похудения. Да, реально она работает. Единственное, что название не совсем корректное. Для одной ванны вам нужно примерно 200 грамм пищевой соды, ванна с водой температуры 38-39 градусов, но в этих условиях вы очень медленно будете терять вес. Без третьего непременного компонента, который обязательно нужно добавлять в ванну, и концентрация которого должна быть как минимум 1,5-2%, а те, кто хочет похудеть быстрее, можно поднять концентрацию этого компонента и до 5%. Это поваренная, либо морская соль. За счет осмоса идет быстрая потеря воды в ванну, и вы резко, прекрасно снижаете вес, но без риска для сердца, потому как перегревание организма жесткого не происходит. Правда, в данном случае вы можете немножко сэкономить и не использовать в содовой ванне соду, и у вас останется солевая ванна для похудения. Эффект будет похудения практически такой же, как вместе с содой, но вы немножко сэкономите на использовании пищевой соды. Поэтому такая ванна, она более действенна и экономически более выгодна. Курс может быть через день, несколько ванн, 3-5, тут в зависимости от того, сколько воды в вашем организме в избыточном состоянии находится, ну и какой избыток веса у вас присутствует. А вот какие известные простые средства, которые есть у каждого практически на кухне, или в домашней аптечке, которые принимая внутрь, можно использовать для быстрого похудения, вы узнаете прямо сейчас. Какие же известные и простые народные средства можно использовать для приема внутрь с целью снизить вес? Самое простое и известное, и доступное, пожалуй, это семена льна. Название лен слабительный указывает на то, что основное очищение организма будет происходить через желудочно-кишечный травм. И максимальный эффект получат те, у кого есть хронические запоры, кто давно не занимался очищением своего организма, очищением кишечника. Кстати, несколько видео про очищение кишечника на моем канале есть. Наберите, посмотрите, как это делать правильно. А семенальна, да, могут дать вам положительный результат, потому как и клетчатка есть, который ускорит перистальтику кишечника. И слизи достаточно много. А слизь способна набухать в водной среде и собирать на себя, впитывать в себя те токсины, которые находятся рядом. И ускорение перистальтики кишечника в еще большей мере. Поэтому очистить так организм можно, снизить вес можно, но есть один неприятный момент, который есть в семенах льна. Это цианогенный гликозит, линеймарин. Назван линеймарин по названию семян льна. Он там есть. К сожалению, синильная кислота из семян льна легко усваивается в организме и тормозит обмен веществ. И пока вы снижаете вес с помощью семян льна, таким вот способом, у вас тормозит обмен веществ, и вы потом легче наберете дополнительные килограммы. Поэтому лучше готовить холодный настой из семян льна. Об этом есть видео на моем канале. Наберите Лечение семенами льна. И вы получите исчерпывающую информацию, как же правильно использовать те полезные биологически активные вещества, которые находятся в семенах льна для своего здоровья и активного долголетия. А какое еще более простое средство? Я уверен, что есть практически у каждого на кухне. и его используют для снижения веса и на первых порах получают прекрасные результаты, но, к сожалению, с более серьезными негативными последствиями, чем дают семена льна. Вы узнаете прямо сейчас. Еще более простое и доступное средство, которое часто рекомендуют использовать для снижения веса, это обычная пищевая сода. И несущественно вы ее используете просто в теплой воде либо гасите и превращаете пищевую соду или гидрокарбонат натрия в карбонат натрия, не имеет большого значения, сода гасит кислотность желудочного сока и нарушает переваривание как минимум белков. И похудение связано именно с этим. Нарушение процесса пищеварения вы видите не только снижение веса, но увеличенный объем каловых масс, который выходит из организма. И понятно почему. Потому как введенная пища полноценно перевариться не может. И в этом случае вы попадаете на жесткую ограничительную диету с хорошим снижением веса. Но при этом ограничительная диета, при которой вы себя не ограничиваете в еде. Вы можете есть все что угодно и в данном случае вес теряете. Но вопрос когда же вы остановитесь. Потому как как только вы прекратили использовать пищевую соду, а желудок уже пострадал, и переварение пищи в желудке будет нарушено. Вот как его потом восстановить, чтобы не попасть в дистрофию. А желудок очень не любит щелочь. В щелочных условиях в желудке великолепно развивается рак желудка. Правда перед этим развивается субатрофический либо атрофический острий. И этим путем к сожалению некоторые идут. Я идти таким путем не советую. Потому как негативные последствия очень сложно потом устранить. Лучше уж вы используете немножко другой способ снижения веса. Он также имеет свои плюсы и минусы. Но хотя бы не имеет эффекта после действия как только вы закончите этот способ использовать для снижения веса пищеварение легко восстановить. И что это за способ вы узнаете прямо сейчас. Еще один более простой чем применение пищевой соды и даже более дешевый способ снизить вес это водная диета. Вот те известные пейте полтора два литра воды в сутки эти рекомендации относятся именно к этому. Правда летом нужно пить значительно больше. И когда вода попадает в желудок с едой неизменно нарушается переваривание пищи потому как разбавляется желудочный сок. И вы вновь попадаете как и с содой пищевой на ограничительную диету. В которой правда вы не можете управлять составом того что попадет в кровь но калорийность вашего рациона снизится. Вы не ограничиваете себя ни в чем. Кушаете то что вы привыкли кушать но из этого значительно меньше усваивается. Соответственно вы опять снижаете вес. У вас увеличивается объем каловых масс. Вы видите очищение кишечника очищение организма идет. Снижение веса будет идти. слава богу этот способ обратим. Если сода необратимо убивает слизистую желудка и нарушает пищеварение на всю оставшуюся жизнь то вода обратимо это делает и после того как эта диета водная диета у вас закончится пищеварение постепенно восстановится. Правда пока вы находитесь на таком способе снижения веса в кишечнике развиваются патогенные бактерии потому как им пища достается больше. И этот способ неоднозначен он тоже дает возможность в течение короткого промежутка времени получить достаточно приличное снижение веса. А вот как закрепить полученный результат который вы получили разными способами из вышеперечисленных вы узнаете прямо сейчас. Как же закрепить полученный результат нужно учитывать что избыточный вес это все же нарушение обмена веществ. И чем выше степень ожирения тем более грубо нарушен обмен и белков и жиров и углеводов и витаминов и макро и микроэлементов. То есть организм страдает весь и обмен веществ все же нужно будет со временем корректировать изменением рациона режима питания уровня двигательной активности изменением образа жизни в целом в соответствии с одной стороны с вашими генетическими особенностями а с другой стороны с вашими привычками. То есть учитывая те болезни которые развились в этой ситуации ну и ваши особенности поведения как вам проще с этими болезнями справляться. Поэтому чтобы не просто получить результат да вы бонус получили вес вы снизили объем уменьшили в какой-то степени а вот закрепить этот результат со временем все-таки придется иначе продолжая поддерживать прежний образ жизни приведший к ожирению вы легко и просто восстановите потерянные при похудении килограммы а может даже и с избытком не меняя дорожную карту очень сложно оказаться в другом месте поэтому вслед за таким быстрым снижением веса я бы советовал вам применить ну как минимум либо борщевую либо кефирно борщевую диету которая позволяет и обмен веществ поддерживать и полноценно более питание сделать для вас и все-таки диета низкокалорийная которая помогает вам продолжать снижать вес и укреплять ваше здоровье не теряя его и на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео поставить его в закладке подписаться на канал я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и до новых встреч на моем канале это видео подписывать Get Back to the ota я а traveling